Куда тряпись? Куда тряпись? Он очень позвонил. Ну в роуминге он там, мне тоже рисовывают, что в роуминге. 10 рублей списывается. Ну, 10 рублей списывается. Даже если не нужно, да? Не знаю, там где-то по секунду это, если хотят. 10 минут без разницы. 10 рублей списывается. Не знаю, наверное, без разницы. Да? 10 рублей списывается. 10 рублей списывается. Нет. Да ты садил, не знаю, жалко. А вот и 10 рублей. Что он знает? Как дела? Не слава бога. Кто на него возьмёт? Не полезно, не полезно. Вот. Проходите в трапезную. Проходите сюда. Потом разговоры. А если туда пойду? Я там сейчас живу, всё. Все желающие зашли? Там места очень много. ПЕСНЯ 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 Присявны и очистены от всяких скверных, и спаси блажей души наши. Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, пребудь с нами, научи нас пребывать в Твоей истине, чтобы мы осуждали только правильно, не уклоняясь ни рево, ни вправо. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Христос, Господь. Аминь, Господь, Господь. Вот подходит когда ко Христу, но нескончаемый просто поток. Идут, 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 братья, сестры. Сюда заходит, но уже меньше, уже забрал свою долю. Ну что такое? Это тревожное состояние для тех, кто вот здесь сюда не заходит, и не желает принести жертву, приятную Богу, жертву общительности. Потише там, пожалуйста. Туда заходим. Ну, организационные моменты вначале. Значит, к притворникам просьба, кто закрывает ворота, двери, когда начинается служба. Ну, было установлено, что после начала службы через пять минут закрываем двери. Один брат мне говорит, что я... Десять. Десять даже, да? Ну, давайте десять. Через десять. Через десять минут. Потому что один брат пришел и постеснялся позвонить. Закрыто от казахской ритм и ушел. Но я объяснил ему, что ну, что если ты пришел, ну, какое-то стеснение. Если пришел к Богу. Я его, конечно, пожалел за это. Но, братьям, к притворникам, ну, просьба, соблюдайте это, чтобы... Это правильно. Первый момент. Второй момент. Телефонами. Если не умеете обращаться, не приносите их. Вчера служба идет... Дилинь, 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 дилинь. Ну, что это за дилинь-то? Выключайте. Когда приходите, сразу выключайте. Хорошо? Еще одно замечание к сестрам. Особенно заднюю часть своей юбки там вот. То есть, спустите. Подходите к кресту и прямо, ну, чуть ли не там, знаете. Неприятно об этом говорить, но приходится. За физиологией человеческой сложно следить с задней стороны. Нету зеркал. Слава Богу, что приехали. Никто не поломался? Пришли, приехали. Ну, к пожилым отношу. Остеопороз возрастной. Поэтому вы кальций не забывайте. Принимайте кальций. Это скорлупа яичная. Самое лучшее. Скорлупа яичная. Творог. Творог, конечно. Скорлупу яичную размельчить. Просто размельчить ее прямо до пыли. И загасить ее лимонным соком. Все, что нужно, усвоится. Основное пройдет мимо. Передозировки не будет. Не останется в кишечнике. Не останется в кишечнике. А примется. Как раз примется. Ну и кальций, треника, мед. Это естественность и препараты. Еще себе. Вот. Ну, такие моменты. Помните, да, наша сестра просила молиться о всех братьях и сестрах, находящихся за рулем. Сейчас особенно говорят. Так что не забывайте об этом тоже молиться. Ну, а теперь вопрос ко всем сидящим здесь. И к тем, кто здесь не находится. Как вы докатились до такой жизни? Как вы попали в такую тоталитарную секту? Двух иудейских скопцов. Акима и Игната. И за 25 лет вы не могли рассмотреть, куда вы пошли и где вы находитесь. Отлично ко мне. А что такое, я не понял. Да, наверное, это письмо. А, в интернете просылали. Пришло ко мне письмо. Вот надо же. Всем пришло. Вот надо же было найти адрес и прослать. Это значит, кто-то осведомленный, кто-то осведомляет о наших адресах почтовых почт. Мне не получилось. Зачитать может, чтобы все понимали, о чем речь. Зачитать? Я думаю, не знаю, стоит ли зачитать. Там стоит. Стоит? Нет. Не стоит. Я думаю, что не стоит. Не стоит весь этот бред зачитывать. И вот у меня возникла мысль. Думаю, отвечать или не отвечать? Не отвечать. Ну, конечно. Думаю, не отвечать. А вот с другой стороны, думаю, надо ответить. А как ответить? Это другой вопрос. Ответить молитвой, как мы тогда молились в ответ на эти богохульства из Горного Алтая. Помните? Да. Из Дохла собака. Молиться. Так что молитва. Вроде как подписан там Владимир Петров. Да. Ну, это так, большой вопрос. Петров ли он, Иванов или Сидоров? Да. Владимир. Так что и Владимир Лин тоже, да. Так что там и Володя Пашенко бегает, вечером там со своим этим снимает, фотографирует. За деле. Но одним словом, бред. Силы кобылы. Но все равно без внимания это оставить нельзя. Потому что нужно помолиться, чтобы эта душа бессмертная пришла к покаянию, и чтобы этот бред кончился. Но для нас это вразумление, для нас это заставляет еще бодрость в наши души. Так что поблагодарить нужно Бога за то, что Господь попустил нам такое. Увидеть и услышать, чтобы мы бодрствовали над своей душой. Да, брат. Хотел слово такое небольшое сказать, скоротечное такое. Значит, тут брат Игорь Третьяков в тот раз выступил. Ну выступил, у меня сомнения какие-то зародились. Мы с ним побеседовали, а после. Ну и, короче говоря, там он мне такие слова сказал. Я, говорит, в Московской Патриархии ничего не могу сказать о нашей общине, потому что у нас община вся одни лицемеры. Ну вот эти слова он сказал про лицемерие. Ну и я подумал, думаю, надо это вынести. Думал с ним одним поговорить. Потом думаю, брат Игорь, он такая голова у него, как Дом Советов. Он жито на каждой странице Библии найдет. Ну он хорошо знает Слово Божие. Неплохо знает, я думаю, и каноны. Ну то есть он много чего знает. Но у него есть такая черта характера. К нему прилипает все, что там кто с ним не поговорит. Он добрый. Душа добрая такая, милостивая. И он думает, что все так же к нему относятся. А сам еще как ребенок. А то, что там где-то кто-то солгал, кто-то не договорил что-то, не доделал. И вообще человек из себя ничего не представляет. Он, конечно, не будет так относиться. Потому что он христианин настоящий, родившийся свыше и так далее. Поэтому я хочу ему ответить сразу. И для всех сказать, что если самого не хватает мозгов, что можно сказать об общине? Ну обратись к тем, кто старше тебя. Вот Игнать Игнатьич, твой духовный наставник, отец настоящий. Возьми, посмотри, как он относится к общине. И начинай повторять просто заученно. Прям на молитве и все. Господи, даруй мне поверить, как я поверил в Библию. Кстати, я теперь не знаю, так ли ты веришь в нее. Чтобы до конца, вот все слова, которые говорит духовный наставник, старшие братья. Чтобы они в меня проникли. И чтобы это было истиной и правдой. И оно исходило от меня. От тебя, чтобы ты сам понимал. И тогда, а то я вижу, это в семинарии учатся, учатся. И как дойдут до конца, батюшка смеется и говорит, отучился в семинарии, говорит, и остался верующим. Я смотрю, и тут у нас такая же, может произойти, петрушка называется она по-русски. Присказка такая. Учился, учился. Думали, будет священник. Хоп. А получился, непонятно кто. И если об общине уже своей ничего нельзя сказать, одни лицемеры, тогда встань и, как христианин, раз ты настоящий христианин, выскажи каждому в лицо лицемерие его. Каждому выскажи. Зачем скрывать это все? А потом, конечно, с такими чувствами внутренней глубины, что там все обманывают. Кому не подойди здесь в общине, это обманщики. Сестра это тоже обманывает, этот брат подойдет, что с ним разговаривать. Понятно, он тоже и так далее. И все это снежным комом наваливается. И потом, конечно, начинается. В московской патриархии потепление страшное, что там люди с ним разговаривают. Ну и вот на занятия ко мне в дом пришел Александр. Прям четко из Никольской церкви пришел и сказал, я хожу на занятия в Никольскую церковь. И пришел к вам посмотреть, как у вас тут идут занятия. Первым делом сразу прошел в туалет. Я не знаю, он там, может, поставил что-то, уже они там все про меня знают. Но пока никаких инстаграм никто не выкладывает никуда. С первым делом сразу в туалет прям. Не успел зайти сразу, сходу, ни мир вам, ничего. Оп, в туалет занырнул, бритый, естественно, все. Все время все переспрашивал. А как раз был, как сейчас помню, Матфея, пятая глава, и разговор шел о добродетели. И добродетели прям перечисляются там, восемь пунктов. И он накажет, как это? А как это можно? А Златоуст перечисляет, говорит, не просто ты возьми и как-то переживи вот оскорбление. А благодушно, молясь за обижающих, за оскорблением. У них это понятия нету. Они на войну всех, на войну защищать отечество, у них больше ничего нету. Толкушки толкут и толкут это, толкут и толкут. Никогда не будет мира, пока не будет осужден проклятый коммунизм. Кто этого не знает, почитайте архипелаг ГУЛАГ. Я думаю, тут больше половины не понимает, о чем я говорю. Архипелаг ГУЛАГ, читайте, читайте. И вы будете знать, как гнобили всех нас. Это страшное учение вместе с этими людьми. И это все разделяет нас, оно до сих пор. И они это приняли. Все, кто в московской патриархии, они приняли. Это ложь, это страшная ложь. И оно действует на тебя, брат Игорь. Страшным образом подействовало. Ты просто выучился и знаний набирался. А ты начал брать то, что они тебе предлагают. А это блевотина. Вот они книги перед тобой. Бери каждую книгу, приходи туда, ни о чем с ними не разговаривай. Открывай и начинай отвечать на вопросы, как там написано. А не как тебе хочется сейчас видеть, что они тебя принимают, с тобой беседуют. Вспомни, и говисты с тобой беседовали, и старобрядцы с тобой беседовали, и пятидесятники с тобой беседовали, и баптисты, и те, и другие с тобой беседовали. И что? Устояла душа твоя, принимала что-то. И здесь также ты должен устоять. Это такие же полновесные, ну почти полновесные еретики тебя окружают. До конца с ними побудь, и ты все это поймешь. Ну у меня еще, может быть, что-то было сказать. Ну, в основном ясно, да? Ясно. Всем ясно, да? Ясно. Проблема очерченная. Проблема, ну вопрос поставленный. Я призываю братьев и сестер избегать обобщений. Если говорите о каких-то руках конкретных, то говорите конкретному человеку. И как это положено у нас в общине и среди христиан. Скажи одному, потом призови брата. Вдвоем скажите. Не послушали, тогда уже все и общине. А так вот обобщать все вот. Если он согрешил против тебя, написал. Согрешил против тебя. А он и тебе не имеет. Ну, видимо, к себе он имел это в виду. Иначе как бы он говорил об этих... О лицемерии вообще. Лицемерие между другими людьми, это сложно заметить. Когда к тебе лицемерие, то это понятно уже. У тебя есть ответное слово, брат? Пускай подумайте, никто же не гонит. Ну, я Игорь Тихох. Посмотрите, сестры. Ну, я хочу сказать, предупреди сразу, что священное писание, братья и сестры, в него надо верить. И священное писание нам как говорит, что дьявол лжится, отец лжи. Вот у меня брату, я, конечно, удивляюсь, что брат такие слова сказал. Я очень удивлен. Удивлен почему? Потому что, во-первых, я этого не говорил. То есть, получается, вот один человек говорит, так сказано, а второй говорит, так не было сказано. Кому верить, да? Вот вопрос такой. Брат говорит, я сказал, что все в общем не лицемеры. Я этого не говорил. Ну, теперь рассудите. Кто прав? Кто солгал? Я лгу или лжет Игорь? Нету среднего. Я говорю четко, расставляю акценты. Кто лжец? Я лжец или лжец Игорь? Я четко свидетельствую. Я этого, буквально, такой фразы не говорил. Я говорил, что есть в общине лицемерие. Я не сказал, что все лицемеры. Я не конкретно сказал, вот этот человек лицемер, этот, этот. Я сказал, есть такое явление. Давай, ковыкайся. И грань сейчас, я сказал еще, когда мы обличаем московскую патриархию. Мы обличаем московскую патриархию. Надо задать себе вопрос, а не есть ли в нас пороки, которые присутствуют там. И сама московская патриархия. Я говорил конкретно о людях, которых я видел, с которыми общался. Я не говорил о священстве, я не говорил о епископах. Я невысоко так не летал. Моя задача, когда я пришел в семинарию, была проста. Мне сказал отец Иоаким, наш священник. И сказал, ты пришел туда не учить, а учиться. Это мне сказал отец Иоаким. Игорь Добунов мне говорит другое. Возьми книги и иди их там и учи. Я сижу и молчу. Я учусь, что мне говорят. Общение у меня очень минимальное в московской патриархии. Вообще ни с кем практически. Я выполняю эту заповедь. У меня есть такой повод что-то сказать, но я сдерживаюсь, потому что у меня задача поставлена. Выучиться и все, и выйти. И я общаюсь с реальными людьми. И когда я сказал, что сидят 80 священнослужителей, а ты как их обозвал всех? Ты ни одного не знал. А, это там как-то. Я хотел взять эту видеозапись. Хорошо, что у нас все снимается. И посмотреть. Но не дошли руки. Ты их то ли дикобразами назвал, то ли как. Все. Ты ни одного из них не знал. И после этой твоей фразы или перед этим выступила как раз Галя Загуляева. И сказала, что в Америке отец Дмитрий выступает и хочет навести канонический порядок в общине. И он претерпевает гонения. Это может быть один из тех дикобразов, которые там сидели. А ты же его не видел. Как ты можешь судить? Вот я о чем говорил. Я говорил о том, что среди молодежи Московской Патриархии, то есть те люди, которые приходят туда, из тех, кого я видел, они не делят Московской Патриархии или не Московской. Они приходят просто в Русскую Православную Церковь. Они видят храм. Они воспитаны в институтах, в училищах кто-то, в колледжах, в школе. Приходят, вот храм. Батюшка. Они ничего не знают. Они не знают об общине. Они не ничего. Приходят, это Русский Православный Храм. Вот священник. Здесь занятия. Они приходят на занятия, но начинают заниматься Библией. Есть занятия по изучению Библии. В храмах Московской Патриархии. Это мы знаем, что... А они этого не знают. Они просто приходят на занятия по изучению Библии в Молодежный Клуб Остров. Хотите съесть их? Защищаю я их. Вторник, пятница, воскресенье. С шести часов до полдевятого. Ведет Валерий Куликов. И он многократно говорил, что нет катехизации в храме. Приходят люди с улицы, их крестят. Он занимается, поправдя моля Гостиняева. Как я могу всех обозвать лицемерами? Брат, ты в своем ли, прости, Господи, уме, чтобы я всех назвал лицемерами? А лицемерие в чем состоит? В чем состоит? Это свойственно людям лицемерие, свойственно. И это был наш с тобой личный диалог. Это я не просил выносить на общее обсуждение. А что же? И даже я не собираюсь сейчас называть каждому. А что так? Если я это начну делать, брат, я вообще не 20 лет. Я каждого знаю человека с разной стороны. Мне не надо крутиться. Ну надо, как клоун. Давай, крутить. Начинай. Зачем я буду это делать? Я просто говорю, что прежде чем мы говорим что-то, надо думать, о чем мы говорим. Ты выступал по этому самолету. А что ты, когда со мной разговаривал, не сказал, про это лицемерие? Ну, сказал бы, есть некоторые там пункты в человеческом характере. Не перебивай, ну тебе что-то полезло, ты говорил, дай мне сказать, человек. Да, уже все... Подождите, все понятно. Все. Я прошу внимания. Все сказал уже. Не годится так. Да, не годится. У нас есть руководитель, который стоит, Виктор Андреевич. Погромче, Игнат Игоревич. Начинается, смотри внимательно, начинается пикирование. Дайте, говорю, до конца высказаться, ну, покажи регламент какой-то там, до сколько, чтобы он не растянул это на все. Есть еще более важный вопрос. Пока он говорит не длиннее, чем... Немножко. Если что-то есть, еще сказать. Прошу никогда не перебивать того, кто говорит. Нравится или не нравится. Возьмите бумажку, вот я сижу, записываю. А потом я ему в интернете это выскажу, или когда выйдем. Но это не годится никуда. Мы этому никогда не приучали. У нас были бы затеры, они все ушли. Вы помните, как было. Пожалуйста. Коротко скажу, что мы никогда не любим, когда обличают нас самих. И я замечаю, что и в общине есть такое. В отношении себя, когда тебе, вот я сказал обличение, я думал, ты это примешь к сведению. Сразу ты вот воспрял. Когда в отношении кого-то, тогда нам легко. Это сейчас говорят по телевизору, политика двойных стандартов. Закон один, но в отношении себя или в отношении своих близких один закон. А в отношении других другой закон. Я буду праведный судья в отношении других. И я тебя призвал только к одному, чтобы ты думал, когда ты говоришь, что мы все, скажем так, имеем склонности к какой-то слабости духовной. И прежде чем ты кого-то называешь, там, этих 80 человек, ты даже их не знал, их и не 80, там поменьше было. Ты узнай хоть кто это. И вот эту резкость свою, усмири, вот к чему я тебе говорил. Потому что если начать копать, то там много чего найдется. Это наисповедимый священнику. Я не собираюсь тут заниматься этим делом. Все, что я знаю, это во мне и есть. Я индивидуально подошел бы и сказал, и тебе, какие недостатки я вижу. А что ты начинаешь-то? Я всех назвал лицемерами. Вот ничего себе, ты камень кинул в мое, как бы сказать, ну, не авторитет там, не знаю, это неправильное слово, но, скажем так. Подорвал репутацию. Ну, репутацию, там, я не знаю, это все слова, может быть, не христианские. Вот все равно такое обвинение, что я назвал лицемером. У меня, да вся община, друзья мои, и ты у меня тоже. Ну, я не могу сказать, друг-то, это не тот, кто маслом мажет, а кто правду в глаза скажет. Я тебе сказал, что грань это стирается. Стирается, значит, ты подумай, что я тебе сказал. Ты позвонил мне, что я имел в виду. А ты даже не позвонил мне. Подходишь к Юле, задаешь вопросы ей, а она мне задает вопросы. Зачем? Ты подойди, скажи, Игорь, что ты имел в виду? Мы же с тобой общались, было времена. Чего я буду сейчас все это поднимать? Всякое бывает. Ошибаются люди, мои друзья ошибаются. Потом приходят, каются на исповеди, мне говорят что-то. Брат, я даже тебя сейчас прощу. Просто знаешь, что ты такой, знаешь, у тебя фамилия Дыбунов, ты на дыбы становишься. Извини, конечно, может быть, я жестко сказал. Но я тебя прощаю. Просто ты, все, чтобы знали, что это не соответствует действительности. Я говорил о лицемерии, да, я говорил. Брат, повторяйте. Татьяна Кузьминична. Можно я скажу. Сердце очень болит. У нас и правда не все хорошо. Я сегодня, вот вчера столкнулась. Человек подходит ко мне, наш брат, и говорит, вот посоветовали человеку, уходи в московскую патриархию. У меня вчера не могла дозвониться. Сегодня утром звоню этому человеку. Я говорю, как так? Ты могла такое сказать? Я тебе говорила это? Нет. Мы многое выяснили. Очень большой разговор был. И она говорит, вы за забором. И правильно эти слова она сказала. Вы за забором другие. Платочки одели, юбочки. Все мы одели. И я хотела просто каждому сказать, задумайтесь. Все. Вот враг, как рекающий лес. Он хочет нас разодрать. А нам надо быть сплоченными. Вместе всем быть. Держаться крепко друг друга. Ну вот нету батюшки. Мы же ходим в московскую патриархию. Мы ходим. А мы... Кто-то нас называет раскольниками. Но мы идем туда. Идем. И нас принимают. Нас не выгоняют. И обо всех священников нельзя так, Игорь, говорить. Ты всегда очень сильно говоришь об этом. А златоустом мы прочитали. Не имеешь ты права на священника, не знаю, вот так подниматься. Это боль души моей. Я не знаю. Вот человек ушел из общины и не просто ушел. Не просто он ушел. Поэтому и братьям вам надо задуматься. А она правильные слова сказала. Спросите себя вначале. Надо себя спросить. Очень четко и по всем пунктам. Конкретно и можно назвать, кто ушел-то у вас? Он ушел-то у вас. Лена Енякина. Я ее очень... Енякина. Енякина. Я ее очень просила. Ты приди. Ты посоветуйся с батюшкой. Нет, ей брат сказал. Я твой учитель. Я твой наставник. Вот и все. Нельзя этого делать. Да уж все можно отставать теперь до конца. Наверное, надо знать, кто тогда это так сказал. Кто объявил себя наставником? Ну пусть встанет. Кто был бог. Я объявил себя ее наставником. Потому что в общину привел ее я. И взял ее на себя ответственность о ее душе. Сколько ты соблазна, Сережа, ей подал? Не мало. Простите. Приведи, Галя, в общину хотя бы одного человека и подай ему соблазн. А потом говори обо мне. У тебя был вопрос? Говори, Галя. Я сама сошел. Можно? Одну минуточку. Одну. Я хотел напомнить, что он, я не знаю, имеющий уши, да, услышит. Только что на том собрании Игнатий Тихонович давал такую огромную подборку. И там читали выдержки из журналов Московской Патриархии, из разных источников вот этого вот, что не нужно называть, сказал батюшка этой организации. И так далее. Где говорится только об одном вопросе. Только об одном вопросе. О крещении. О крещении троекратном. Как был крещен Господь наш Иисус Христос. И все 80, которые там сидели, они ни один не крестит троекратным. И даже 800 их бы там сидело. Они не слушают своего патриарха, своего митрополита. Это не о слухе. Их 800. Не все. Не все, да. Дмитрий этот, он из зарубежной церкви. А это самый большой обман, который только совершился. Опять ложь. Опять всех обманули. Разделили нашу зарубежную церковь на миллион кусков этих. Это я утрирую. Ну и что? А разделили все равно. И все. И где они? Нырнул, черт, в воду. И только бултых, и нету ничего. И ты опять мне начинаешь рассказывать сказки о белого бычка. Давай с тобой останемся, еще поговорим. Посмотрим, кто победит. Ну, во-первых, про московскую патриархию, на самом деле, нас и священник благословляет туда ходить. Когда праздники, он так и говорит, праздники, у кого есть возможность сходить и в храм московской патриархии. Это я слышу, я в общем не 17 лет. Никто на мне закрывал эти двери. Игорь, я не говорю, что мне комфортно московской патриархии. Я не хожу сама. Но то, что нас священник благословляет, то, что Игнатий Тихонович нас направлял, никому он не запрещал ходить в храмы московской патриархии, в нашей общине это и есть. Поэтому у нас вот такая лояльность. Вот ты, например, твердо стоишь на том, что мы должны здесь быть. Мне здесь тоже больше нравится. Я там не понимаю ничего. Ничего. Но, тем не менее, у нас это есть. То есть у нас нет запрета на московскую патриархию. И то, что ты сказал, юридическая организация, у нас нет такого... Нам это понятие никто не вбивал, что МП это юридическая организация, в которую мы не можем ходить. У меня все. Ходить и уходить. Это совершенно не разумеется. Давайте разберем. Мернее коммерческое юридическое. Что, Сережа? Так, дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры. Гамот это прекратите. Если есть слово сказать, значит, попросите слово сказать. Я хочу сказать, что вот эта правильная позиция наших наставников, она так же, как воля от Господа данная, самый страшный и бесценный дар. Мы вольны всегда выбрать туда или туда, направо или налево. И вот это наставники наши мудро поступили с нами так же, как Господь с нами поступает, даровав нам эту волю. Мы можем пойти к католикам, к баптистам. Мы можем пойти в Московскую Патриархию, в Дархии и Храмы. Главное, чтобы мы были с Богом, чтобы мы несли Слово Божие, чтобы мы благовествовали, находясь там, своим видом, своими действиями, своими словами. Вернее, словами священного писания святых отцов. Вот тогда будет правильное наше поведение, и тогда мы не споткнемся нигде. А если мы будем думать, что мы идем туда, и там все плохо, да, трудно от этого, я сам по себе знаю, когда знаешь другие уставы, другие порядки в нашей общине, которые соответствуют Слову Божию и канонам, то есть апостольской церкви. Трудно отрешиться от этого, что вокруг тебя все это. Но если ты пришел так, ну, стой и молись Богу, веди себя достойно, чтобы в тебе увидели светочек. Этот, говорите, кто хочет, да. А вот как-то, как Ром, среди ясного неба, что Лена ушла, вот как-то быстро этот вопрос закрыли. У нас же всегда, когда кто-то уходил, говорили, вот все сестры старшие, вот Людмила Степановна, может быть, кто-то должен сходить, побеседовать. И наставник, который у нее до этого был, ну, теперь, ну, чтобы не он пошел, а именно вот сестры, он уже привел ее сюда, сделал свое дело, чтобы, наоборот, сказать, чтобы не подходил, не говорил, телефон удалил. А сестры побеседуйте, она пришла-то ко Христу или к человеку сюда. Пусть, сходите, Людмила Степановна, или кто-нибудь. И даже Натиховича говорила, нужно сходить, побеседовать. А что вот так ушла, и все, и закрыли тему. Она сегодня собрала сети исповедоваться священнику московской патриархии, в Албановой Алтайке. Я ее очень просила, говорю, ты вначале приди, батюшка приезжает в субботу, ты прийди пораньше, ты с батюшкой вначале, посоветуйся и поговори с ним, хорошо. Я ему звонила, вроде звонок, это не то. Ты должна лично встретиться, поговорить. Как дальше будет, я не знаю, но пока у меня большая боль. Я полагаю, что боль не только у Татьяны Кузьминичны должна быть. Если мы по-настоящему братья и сестры, значит, молитва прежде всего. И, конечно, нужно братьям, да я думаю, может быть, сестрам пойти, не только братьям, а сестрам пойти и поговорить. Я хочу вот Сереже вопрос задать. Я так поняла, что ты благословил, чтобы она ушла в московскую патриархию, в церковь. Так что? Если она не послушала тебя, то ты иди туда. Нет, вы... Ну, как я мог ее благословить в московскую патриархию, когда я ее привел сюда в общую? Ну, кто это сказал? Зачем это сказать? Давайте сейчас мы эту тему пока закроем, пока все остается непонятным. Я ее не благословлял. Малития Павловна, сестры сходят, и тогда будем продолжать тему. Игнат Тихонович, у вас слово. Я первый вопрос задам. У кого с тобой бумага и карандаш? Я все время настаиваю. Вот Лена это имеет, Татьяна имеет, ну, Михаил пишет, видите, Игорь пишет. Ну, проценты небольшие. Пишите, о чем я говорю. Записывайте, потому что это очень важно. А вот то, что говорили, я подбить хочу этот итог. Вот человек ушел. Проходит время. Он увидел не то, ушел не туда. Ничего того, что у нас было, в чем он родился, жил, ничего там этого нет. Ну, а по порядку я уже не буду перечислять, сколько. Это примерно 25 параметров, по которым не сходится. Вот у нас издан Новый Завет. Вот он еще особенного. Блаженный фапилар. По 8 параметрам он лучше, самого лучшего, какие только есть. 8 параметров. Впервые с иллюстрациями, впервые с комментариями. Ну, может это издать, если лучше издаст. Я издал симфонию, это Господь благословит, неканонические книги. Неканонические. Она труднее всего далась. Я говорю, за все время издания симфонии, они все-таки издавались. Это лучшая симфония. И издать лучше невозможно. Можно, если только крупнее шрифт сделать и бумаги больше там напустить. Так и здесь. Уходит человек, говорите, московская патриархия. Они знают, сколько у них уходит? А учета-то нет, никто и не знает. Речь идет сегодня о сотнях миллионов протестантов, сектантов. Из них 85% бывшая православная. И их никто не ищет, никто не разыскивает, как пророк говорит. Поэтому у нас, которые были, приходят. Вот она сидит, Тарасия Николаевна. Ей было сказано, в течение года права голоса не имеешь голосовать. Была. Дальше ходила она на исподь после этого? Ходила. Теперь ответственность на батюшке. Кто уходил, возвращается, сразу становится соглашенными. До покаяния. А дальше будет расследование. Что у него было? Сколько он не ходил? Платил мне 10 вот там. Если он не платил, зачем нам вора принимать? Сначала заплати. Ты была там, исповедовалась. Сколько было? Полгода. За полгода десятину возьми, сходи и отдай московскую патриархию. Нам воры не нужны. Ну, не трудно-то запомнить? Ну, один раз возьмите. Вот она пришла, Лена сказала, ушла, за ней ничего нету. Ничего нету совершенно. Кроме хорошего. Но она, если она будет сейчас в течение месяца, там придет, вот за эти 4 недели она должна будет ответить. Она скажет, я ходила все воскресенья. Вопрос снят, вообще за ней ничего тогда нету. Но если она не ходила, пропустила 3 воскресные дня и там не была. Теперь, батюшка, пусть исповедает его по канонам. Вот как надо смотреть-то. Тоталитарная секта. Первую тоталитарную секту создал Христос. Кто не со мной, тот против меня. Все как главный гуру, сегодня говорят. Дальше главный гуру это апостолы. Я несколько по частям скажу. Запишите, что я сейчас скажу. Вот этот журнал, он называется «Душа трещит Господом». Вы видели такой журнал? Да, читаем, конечно. Кто его нам приносил? Таня Галина. Мы собирали даже деньги, чтобы туда давали. А почему давно у нас его нету? Не знаете? Нет, я не хожу. Не знаете? Не знаю. Слушайте внимательно. Кто главный редактор? Знаете кто? Как вас звать? Олег Решков, дьякон. Я всегда отзывался самыми положительными словами об этом журнале. Мы взяли его, провезли по всему миру, раздавали во всех странах Европы. В королевские библиотеки отдали, в Дании, в Великобритании где. Ну понятно, какое наше отношение к нему. Но я в любой момент ожидал, что там сейчас АТУ, и они меня схватят. Я их знаю очень хорошо. Как отца Павла у нас, Ермоленко. Ту же раздел снял, крест с него, этот бывший Максим, который... Ну и дальше... И не отдал, уехал. Попутно я его коснусь что. Так вот этот журнал запрещено. Алтайской метрополии, Новосибирской метрополии распространять. Там Тихон, здесь называют Сергея. Это он говорит, он. И какая причина? Запрещено. Вот этот журнал запрещено. Ни в одном храме сегодня его нигде не будет. Запрещено на уровне метрополита. Я говорю только из того, что знаю от Рыжкова. От Олега. Значит, в первую очередь помолиться. Во-вторых, какое обвинение против него? Обвинение такое, что он нарушил какой-то устав, когда его регистрировали в отделе печати. Ну, тогда спрашивает, ты должен за это, наверное, тот, кто вырегистрировал. И он говорит, ниоткуда. А это распространялось по всей России. Ниоткуда не поступило ни одного предупреждения нам. Это он пишет. Он, кажется, 8 или 10 пунктов показывает. Ни одного правила не нарушали. Ни одного предупреждения не было. Ну, на чем, скажите. Я считаю, кому-то наши статьи не понравились и называют метрополитов обоих. Я не знаю. Он говорит, ну, вы дайте обвинение хотя бы знать. Журнал люди получали, его нет. Пошли отовсюду звонки. Я не могу с ним установить связь. Я не умею это делать. Я попытался раза два, не получилось. Просьба. Юля, ты очень хорошо умеешь это делать. Зайди, найди его. Поблагодари его. И укрепи его мужество. Скажи, за вас молимся. Запомните, его звать Олег. Чтобы все помолились, чтобы это недоумение было устранено. Я не думаю, что эти метрополиты, они не считали журнал. Ну, статьи такие богатые. Я все время думал, каждый номер. Мог бы я так сделать, написать. Ответ четкий, ясный, с тремя восхищательными знаками. Нет. У меня этих знаний нет. Вот каждый месяц считай новый журнал. Это вообще. Я написал, всего 10 лет, ни одного слова не говорю. Так можно работать. 9 лет, говорится, на галерах прикованный, побыл с книгами. Дальше, а это каждый, и все время надо на нужный народ отвечать. Его звать Олег. Просьба. Попросите Господа Бога, чтобы разблокировали на Алтайский край этот журнал. Он называет его сборником. Ну, можем назвать журнал. Вам понятно, о чем говорю? Да. Ну, запомните, Олег звать. Он взял на себя такую миссию. При тех, которые печатают иногда, ну, такие церковные, партия, не называем, мурзилки. Его сравнивать даже не приходится какой-то богатый журнал. Мне это, конечно, непонятно и печально. Запишите. Теперь. Вы знаете, что был арестован в Израиле священник Глеб Грозовский? Педопилия обвиненная. У него детский лагерь. Он выглядит, как нарцисс. Действительно, на такого могут подумать. Но у него много было неприятелей. Там они работали где-то по наркозависимым. А на это государство отпускает средства. Борьба началась уже на этом-то. И он уехал туда. Говорит, мой дедушка еврей там был. Подал чуть ли не на гражданство у них. Но Израиль принял решение, суд, выдать его этим судебным органам в Российской Федерации. Мы ничего не знаем. Он говорит, ничего этого не было. Жена, другие друзья, попросить у Господа Бога милости, открыть все, как должно. Я не прошу ему ни свободы, ничего. Но чтобы не был он покрыт неправдою. Я знаю, как легко обвинять. Вот дальше, вначале, от нас требует оправдания. Я только скажу, что там написано. Пару слов. Вы научитесь, человек чужой, зловредный, в черный список. Не будете за насильный, что он через ограду все время к вам заходит. Выкиньте его, и на этом разговор окончен. Он чужой. Он принес падаль суда. Игнатий и Аким должны доказать, что они не кастрированы евреями. Сами себя не кастрировались. Чтобы сфотографировали, показали, что у них яйца на месте. Ну, можно ли с такими людьми говорить-то? То есть, он не знает. Они выдохлись полностью, и теперь это священник говорит. Это под именем Петрова Дудин идет. Дует. Я его знаю по стилю и попроще. Там Скоротовский, вот главное, Дуэль. Они ни перед чем не останавливаются. А отвечать, не отвечать, разбирать. Ну, давай теперь, докажи, что ты не блудница, сфотографируй органы свои. Ну, и дальше, до чего мы договоримся-то? С кем разговаривать-то? Прошу никогда здесь никого не перебивать, и кто выступает. Мне просто тяжело смотреть. Не так стали говорить, уже Игорь поднимает руку. Дал один раз, больше не давай. Пока не кончат все выступать. А тогда тому регламент две минуты, не больше. Я о себе скажу, о любимом. Дело вот в чем. Прошлый понедельник мы отправили заказные письма Путину и Патриарху. Я прошу разрешить мне переход границы и уйти через Турцию в Сирию к Игилу. Самое опасное в мире место сегодня. Шансов выжить почти никаких. Это примерно 99 и 999 тысячи процентов, что буду убит. Но я молюсь на молитве. Прошу всех помолиться об этом. Мы ждем ответа. Сейчас уже устанавливаются с ними связи уже. Уже по-арабски с ними это разговаривает. Я попросил даже Самиру, сейчас получат они там, начать с ними переговоры, что кто-то должен встретить Турцию, перевезти через границу. И прошу быть на самых опасных боевых участках, которые бомбит ракетами Россия. В самый опасный участок и там будет. Я изложил программу, для чего это дело. Дело в том, что всякая попытка им как-то помогать сегодня карается уголовным законом. Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. Вы помните, я вступил на лезвие ножа. Вы хорошо поняли? Это террористы. Впервые в мире такая угроза. Террор не от одного человека, а уже сотни тысяч готовых умереть. Их ничем нельзя запугать. Это самые мужественные люди. Смерть для них это радость. Вот так должны быть христиане. Не корысть и трусость. И к ним пойти туда. Все до одного говорят мне, не ходите. Но уже нашлись у меня те, которые говорят, я хотел бы поехать с вами. Возьмите меня с собой. Если откроют, я открою. Михаил Кальмаев, который приезжает, обратился. Я сам не получил еще ответа, конечно. Я говорю это со страданием. Да вы нужны здесь. Да столько на вас задействовано. Да вы здесь, смотрите, меня обличают и обвиняют. А другие вам Бог положит на сердце и как есть. Я прошу Бога, чтобы и Путину, конечно, в руки ему не попадет это, а может и попасть, ибо необычное письмо. Очень необычное. Я говорю, нужно пойти с тем, что сильнее бьет, чем ваши ракеты, и самые глубоко проникающие бомбы. Три метра крыша, бетон пробивает и разрывает всех. У меня еще сильнее есть. Я сказал, с чем я туда приду. И сказал, чтобы у меня там была отдельная комната, где я мог молиться. Я хочу быть рядом. Я это не выдумываю. Вначале обвиняют вам, надо там авторитет. Ну какой авторитет? Ну не знаю, что сказать. Я просто обращаюсь к вам, к моим близким. Помолись. Если это будет домой, я тоже немедленно выехать буду. Проститься с вами. Сейчас пока потом спросишь, пожалуйста. Это ехать придется через юг, ходить через Грузию, через Грузию, ходить в Курцию. И там турецкие власти должны меня уже передать сирийским. А сирийские, которые здесь есть, которые боевики именно имеют, это уже через самый аппендикс, здесь били самолет, туда. Я знаю и разложил, какая у меня программа. И уже разговор идет с ними. С ними. Им переводят отсюда, что я говорю на арабский язык, оттуда и они уже вопросы задают и прочее. Но я знаю, что они не главное руководство. Главное руководство по соседям где есть. Это все замыслы масонов. И они возникли как... Ну, на этом этапе именно вот так. Почему я решил, что я? Я более приемлемый для них буду. Возраст. У них старших почитают. Второе. У меня очень хорошее отношение с мусульманами. Я когда выступал, где я говорил, если вот этому ИГИЛу дать, который там убивает христиан, я про этих не говорю. А вот дать кафедру, которая сегодня эти наши называются нормальные, они радикалы те. И две кафедры. То те победят, а не эти. А они победят. С Кораном. Ничего больше не брать. Один Коран только брать. Потому что эти уже стараются как-то... Ну, мы традиционные. Мы всегда жили с русскими в мире. И то другое. Они говорят, мы стали такими же, как все люди. И что у них там есть? А я всегда говорю, у меня дедушка был, какое отношение к нему мусульманам всегда заезжали. Как заезжий двор у него был. Их никто не принимает. А он себя принимал, накормит. И когда случилось ему ехать через их аул, кто-то узнал его, его стащили с телеги, и весь аул на руках пронесли с криками, кто приехал, какой избавитель. Они ездили зачем-то тут за хлебом, или что-то. Подробности даже не знаю. То есть я очень подходящая и, дерзаю сказать, самая подходящая, может быть, фигура для того, чтобы с ними встретиться. И на месте начать с ними работать. Мне нужна помощь. Я иногда изнемогаю на молитве. Потому что у них пять раз молятся намаз. У меня минимум семь раз каждый день молитва. И это все приближает меня к ним. Они это знают. Тем более я не ем мясо. У них там против синина. Ну, все сходится. Они меня не... Я не нарушаю ни одного правила. Их Корана. Нигде. Я не знаю, мое к ним отношение, где я выступаю, там заступаюсь. Если они видят нас, считают, что мы мусульмане, такое одеяние, как наше благочестивое, я прошу помолиться. Потому что уже прошла неделя. Письма отправлены с уведомлением. Придет уведомление там. Ну, конечно, где-то будет. Я ничего не ищу. Вообще ничего не ищу. Я хочу выполнить то, что Бог скажет мне. Выполнить. Понятно? Вот это то, что говорим мы. Оно никуда не уйдет. Оно тут и будет. Попутно о занятиях. Идут нарекания. Я прошу о том, что батюшка говорил. Слово патриархия, священство, все оставить. Больше, чтобы даже не упоминали. Почему? Мы сказали все, что можно. Сказали много. И начинаются попторы и прочее. Сказал и Игорь правильно сказал в своем тоне. И этот Игорь сказал правильно. Больше не надо на эту тему говорить. Не надо. Не оправдываться, не что. Брат, ни в чем не виновен. Не виновен. Не надо. Все уже сказано. Вот все. Про журнал он сказал? Вопрос решенный. Теперь. Вот у нас что-то стало так. Христос воскресе. Больше это не говорите. Только на Пасху. Этого никогда в Церкви Христовой не было. Это Серафим кому-то сказал. Сегодня думает это оригинально. Мы сглаживаем праздник даже. А он там не чувствуется. Христос воскресе. Идет только от дня пасхального и до Вознесения. Больше, чтобы этого не было. Я ясно сказал? Это практика Церкви. Хотя на уровне бытовом Серафим там у себя в лесу мог говорить. Он может быть. Что он заложил в этом? Еще. Когда считают что-то в храме. Я просил вчера уже сказать. В храме ничего больше не считайте. Кроме Иоанна Златоуста. Потому что идут вопросы, пояснения. У того не так. Единственный, кто непререкаемый авторитет. Иоанн Златоуст. И поэтому в начале читайте, говорите. Желательно хотя бы один раз. Год издания. И называйте. Тема и страница. И в конце еще раз. Это займет меньше полминуты. Я говорю, потому что все сведения-то идут на меня. Это все снимаем. Вот вы поговорили в стенах. Заглохло. Но я же выставляю туда. Одних только просмотров у нас. Миллион шестьсот тысяч. Ну это не два человека. Ясно дело. Новые-новые ролики идут. Приходят новые люди. Из Израиля. Вчера уже третий разговор был. Белоруссия, Украина. Там отовсюду. Америка. И притом не православная. Находят православие. Поэтому я что говорю, вы запомните. Считать в храмах во время богослужения только святого Иоанна Златоуста. Называю книга, том, страница. Здесь вот у нас лежит книга проповедей. Сто проповедей митрополита Корнилия. Старообрядческой белокринской иерархии. Я смотрел, считал. Проповеди все хорошие. Поэтому, если надо, считайте. Нужно Данила Сысоева, считайте. И остальное, что есть. Ну тут же под нашим контролем. В любой момент, если что-то не так говорит, в конце можно сделать ремарку небольшую. Про уходящих туда я сказал, если долго не были. Стоять соглашенными до исповеди. Ничего-то особо надо. Мы не знаем, с чем он пришел. А что он оттуда пришел и было все как у нас, этого не бывало. Не будет. Как правило, здесь спотыкаться будут на десятине. Мы его примем только тогда, когда он полную десятину отнесет в московскую патриархию, где исповедовался и в руки священнику тому отдаст. А я не знаю, я у разных. Найди разных, отдай им, раздели десятину. Четко? Бог по-другому не будет. Никак. Я говорю согласно Слову Божию. Иначе вы обкрадываете меня, Господь говорит. Кто знает, кто такой Максим Степаненко? Так, поднимите руку. Ну, слава Богу, если не знаете, скажу. Это бывший, теперь уже бывший, председатель, или как называют глава, миссионерского отдела Томской епархии, в которой он трудился 15 лет. И однажды он в печати выступил в интернете и сказал, женщины, которые наживают ребенка без отца. Ну, то есть это бляди. Это слово бляди, оно в словаре, оно в церковной литературе, везде есть. Его как подцепили. А почему? Потому что вот этим, как говорится, блядством заполнена церковь. И его сразу сняли. И сейчас на него очень сильное гонение. Представьте, 15 лет. У него опыт. Я не знаю, сколько у него высших образований, я слышал. Там кандидат каких наук. Его сейчас буквально поедом заедают. Поступило вчера сообщение, что отлучили от причастия. Он был у нас летом, принял крещение. Это все в снимках. Он об этом говорит. И вот он сейчас выступает. Тема одна. Мы с ним переговорили, а теперь он в песенном виде и все это расширяет тему. За что я... Как-то уважаю, или как он говорит тому? Чем Игнатий Лапкин мне интересен? И почему его убьют? Дальше говорит. И вот он на четыре. Три темы он уже выставил. А четвертый. На вчера вдруг заблокировал его сайт. Но к вечеру как будто разблокировали ночью. Будто бы так. Я не полное сведения, потому что не такой специалист. Но что днем мне сказали... Посмотрите, я проверил, страница недоступна. Ну, это значит, что-то где-то. Я знаю, от кого это может быть. И у меня само это такое было. Поэтому просьба большая везде сделать копии. Как можно скорее, Игорь. Постарайтесь. Выйдите на наших программистов и все. Это сергианцы делают. И поэтому мы должны быть насторожи. Он нуждается в молитве, в помощи. Максим. К слову сказать, на Максима, который был здесь епископ, он теперь какой-то липецкий, и там амболянский, какое-то второе слово, лебедянский где-то. И у него случилось такое. Пишут это уже в газетах, уже в суд. На него в суд передали дело. В суд. Монахиня одна там. Ее Михаила звать. Ну, а любовь, мирское имя. И она чем-то ему там якобы не угодила. Он ее скоро решил выгнать. Она не выходила. И там у них лестница почти три метра. И он ее по лестнице спустил. Она ударилась там головой и прочее. А потом он ее там достал, разорвал на ней. Это пишут так. Разорвал на ней там какой-то апостольник. Апостольник надетый там. И бил кулаками ее, пока не выгнал из церкви. Но мы обратную сторону не знаем где. У него и награды церковные есть. Но собрали 260 тысячи подписей против него. Это уже все в интернете стоит. По всему интернету. И людям нравится это очень. Жареная тема. Епископ, врачу. Бийца. Написано, что не должен быть бийца. Я говорю, я ничего не знаю. Единственное, что мы можем усилить молитву. Это бывший епископ здесь. Он приезжал в Потеряевку. Не так, что бьют его. Теперь он со мной был против. А мне говорили до этого. Он ни одного собрания у себя епархиального не делал, чтобы мной не начать и мной не кончить. За счетом и стоим. Мы должны понимать, любая антиреклама это реклама. Значит, за епископа Максима помолиться. Он нам не враг. Враги нам лучшие друзья. Если даже был враг. Но перед отъездом, когда его убрали. Если бы его не убрали, он был бы митрополитом. Митрополия. Видите как? То есть у него переживаний очень много. И спященники против него там подписались. И прочее. Служить невозможно там с ним. Ну и прочее. Это слова, которые подтвердить может только он. Мы с ним связи не имеем. Мы были и не могли там к нему попасть. Искали, искали. И нигде его не могли найти. Хотя сказали, что он в городе. Может быть он умышленно от себя не наклонился. Мы были как раз там. Помолиться. Вот для этого имейте бумагу. Кто не записал, потом запишите. Олег, Глеб. Теперь я говорю о Максиме. Вот занятие, когда ведете на дому. Там, где есть нарекания. Самое большое нарекание, что уходите. И занимаетесь там патриархией. Вот о чем Игорь говорил. Это как бы подробности я знаю. Я в этом участвую здесь. По скайпу со мной тоже я там бываю где-то. Ну просто умейте закрыть. Тема закрытая. К ней ни под каким видом не вытягивайте. Не так, что против меня сказали. А вот тут не потерплю. Дайте мне слово еще раз сказать. Дайте еще раз сказать. Но не годится это. Не можешь так. Возьми скотч с собой. Там вокруг головы раз-два обмоти. И заклеилось и все. Ну можно это. Ну тоталитарная секта, где все молчат, а тут все кричат. Это антитоталитарная, можно сказать. Ну одно я могу сказать, что Игорь не сонный, не тепло-хладный. И тот и другой. Это очень большое качество. И тут можно сеять на этой земле. К этому не возвращайтесь. И батюшка о том говорил. Я не сам это говорю. Наши книги почему-то в последнее время много приходится посылать. Даже полными комплектами. А книги постепенно уже не 38, а 37 уже нету. Вообще нету. А только вот Новый Завет, Кисленого Православия. Помолиться, чтобы в пути сохранилось. Почта работает так. Вот посылают, тебе дают номер идентификационный. И ты по нему можешь туда сидеть, где посылка идет. Сидишь дома, набрал и видишь, посылка дошла до Кемерово. Вот она в Барнауле. Три дня. Ты можешь позвонить, а почему мою посылку не несут? Или меня не уведомляете? Наши посылки идут далеко. Самые большие посылки идут в самые дальние. Там Англия, Америка. Чтобы сохранил Господь. Это большая. А полный комплект я отправил. А вот ребятишек много денег нет. Пока нету. Потом накопим-то. Только за отправку почти 12 тысяч. Одной посылки. Это две моих пенсии. Но я все равно отправил. Вот находятся люди, которые приходят. Ну у меня там 8 ребятишек, 7 не могу никак. Я не знаю, действительно ли так. Но тут действительно я узнал, послал. А этот я не могу. За отправку я не могу платить. Был бы рядом, я снял книги и отдал. Но отправлять у меня не на что. У меня нет ничего. Поэтому помолитесь, чтобы Господь вразумил и меня, и людей. Но они видят я какой... Я отказать не могу и послать не могу. Но посылаем почти каждый день. Еще большая беда. Большая беда российская. У нас горит с двух сторон. Украина вся главная граница. Это в любой момент вспыхнет. Там подтягивают танки Крыма, Украина. Пишут, что там есть. И сейчас с Турцией отношения такие, в любой день может вспыхнуть. Я в прошлый раз говорил об этом. Молитесь. Там Эрдоган, как правильно назвать его там? Эрдоган, да. Да, чтобы молились и его. Мы молимся все время дома, произносим имя Рамзана Кадырова. Это единственный руководитель, я знаю, регионов. Самый бесстрашный. Только что задержали тех, которые оттуда были постаны убийцей его. Убийцы. И киллеры-то. И он с ними разговаривает, а после обнимается и целуется. Посмотрели бы, что он делает. Он по духу-то, по этим примерам-то, он же пример многим нашим. И тот не может от него отойти, не верит. Не верит, обнимает, целует опять. И он везде сам. Везде. В школе что-то не так. Он в школу едет, там разбирает. Тот просил взятку. Но он уже знал результат какой. И тут же так, было-было. Так, забрать его. И тут же забрали, арестовали, готово дело. Следующее. Сказали там, кто-то нет. Он садится на велосипед и по-грозному... Ну, вообразите, что у нас президент или кто-то, глава администрации, кто-то, на велосипеде едет. А за ним не успевает, который его охранник, если на велосипедах все едут. Это надо просто видеть. Жене нужны там какие-то эдельвейсы, цветы. И он сейчас в горах там лезет, лезет, карабкается, что любимая его жене. У нее шесть дочерей, три сына. В таком виде. И она глаз не поднимает, какая она скромница даже повезет. Как будто наши сестры. Сердце Рамзана Казырова советую всем посмотреть. Это патриот из патриотов России. Так он в 16 лет убил первого русского. Ну да, он говорит, вся страна наша... Воевал весь народ с Россией. Я там был, я от народа не отставал. Убивали, а меня могли убить. Он герой России. Отец Севахмат Кадыр, он герой России. Я ничего не защищаю. Прошу помолиться просто. Мы о нем молимся. У него огромная опасность. И молились, чтобы за нашего президента Владимира Путина, чтобы покушений не было. Не отравили, не убили. Дворцового первого рота не было. А это все в планах. Мы знаем у кого. Так. И очень большая неприятность в стране у нас. Я вчера с Израилем разговаривал. С израильскими. Я говорю, вы-то это знаете, знаете. Это все-то евреи, я говорю, делают-то. Ничего, неужели у них мало денег. Что решили? Николай Павлович, Крущина далекая. Здесь. Где-то там. Дальнобойщики по 3,70 за километр. Да. Представьте. Дальнобойщики, это большие, далеко едут, которые частники имеют. Ну, то найден племянник, он это ездит. Это единственный прокормник. И они решили теперь наложить на них 3,70 рубля за каждый километр. Потому что там у еврея, который здесь в правительстве, еще сын подрос. И теперь надо ему. Подсчитали, речь идет больше триллиона рублей. Не миллиарды уже, триллиона. Насколько достоверно, не знаю, но 400 миллиардов это сразу получают. Запрещайте, ездите мы, все. А где я возьму деньги-то? А иначе же будут взимать. И правительство никаких мер не принимает. Обратились в Путину, говорят, есть в Министерстве путей сообщения. Это я говорю с интернета. И пусть они разбираются. У меня еще своих дел не хватает. Для этого министры стоят. Чтобы как-то разрядили эту обстановку. Если это дальше будет так, то это совсем никуда не годится. Внутри государства сразу одновременно нажили, может, сотни тысяч врагов. А у них семьи, их питать нечем. Никогда не ожидаешь. Ну вот родился еще один подрос, ему надо теперь место дать. А он не работает нигде. Ему надо думать, где еще можно взять. Ага, ходит. Ну скоро за воздух будут брать. За воду. Чтобы не дать напиться-то. Я уже не знаю, за что они могут еще взять. Ну, Чубайс там грабит за электричество. То есть он навышает, навышает. Они как в Европе сделали. Ну, Европа. Ну, что сделать. Нас жить как в Европе сначала. Да, правда. Аминь. Так, смотрите. Я вопрос задам. Скажите, сколько у нас в стране патриархов? Руку поднимите, кто знает. Два. Два. Вот один только знает. Два. Один патриарх, Кирилл Гундяев. И второй, старообрядцы, это, Новозыпковская. Александр. Древле православный называется. И Александр. Я к чему о нем говорю? К тому, что он в свое время пошел учиться в семинарию, в академию. Так что, Игорь, переведи тебя люди были. Примерского братца. Старообрядческий. Его знали, приняли. Приняли. И он учится, и все пальцем показывает. А вот старообрядец. И он пришел учиться, а не учить. О чем батюшка сказал. И он из них, я не знаю, может быть, самый умный и грамотный. В конце концов, его избирают епископом. Когда вернулся, он закончил все. У них нет этих школ учебных. А у патриархии есть. Они договорились. И его отдали. Может, было у кого-то намерение. Ну, побудет здесь. Поботрется этот Сашенька-то, Игорех-то. Ну, и будет нашим. Ну, мало ли что там. Нигде он не сдвинулся. Во всем остался тоже. Но никаких обречений больше от него нет. И вон пришел учиться. Игорь, пример. Нравится тебе, нет, скажи? Он учился, взял эту грамоту. Все, дипломы. А здесь, когда вернулся, его начали повышать. Так он какие проповеди говорит. Какие издает журналы. Вот приезжал который Андрей Марченко. Это он у него находится. Мы знаем это. Так. Надо помнить о том, что дьявол всюду присутствует. Он и здесь сегодня сидит на скамейке. Вы не думайте. А может не сидит. Может быть каждому на ухо что-то нашептывает. Потому что когда Макарий увидел, он идет. Откуда ты идешь? Он говорит. Как куда? Через 20 минут богослужения начнется. Так там же ритургия будет. А, говорит, ни одной ритургии без меня не бывает. Понимаете? Понятно? И люди чаще исповедуются. Чаще причащаются. Священники. Я говорю, почему вы не считаете житие Макария Александрийского? 17 января. Житие его. И он один только стоит и видит. Люди причащаются. Руки сложили. И спастились. Надо причастить. А рот разевает. И когда только рот разевнули. В это время рядом черные пиопы. Вы знаете кто это? Черные пиопы. Черти. И они в уголь в рот толкают ему. А что священник брал? Это рукой ангельской относятся об алтарь. Это в житиях Дмитрий Рассоцкий написал. Почему не говорят? Вы понимаете, что это не просто и просто так. Это очень много значит. Хоронят, видят Андрея Юродивой человека. Священники рядом с кодилами. Никто больше не видит. Только один он видит. Что сатана трезубцем вынимает душу. Кропит вонючей водой и пеплом. Да будьте вы проклятые христиане. Кому со святыми упокоить? Человека повинен во всех грехах. Жития святых. Я признаю, что я святых или нет? Если я на них опираюсь-то. Вот немножко, что я вам хотел сказать. О чем молиться самое главное? Каси Христос, записали. Кто записывает. Кто не записывал, надо запомнить и молиться. Я еще минутку затяжусь. Сейчас вот Валя Барышникова позвонила, что заболела. Болеет. Помолиться с заболящим. И вчера звонила еще Валентина Хапилина. Это из Казахстана Валя. Ну, всем поклон низкий передала. И от Алексея, Валерия и Нины, которые у нас крестились. Они тоже поклон передают. Они занятия там проводят. Проводят сейчас, то у них дома проводили. А сейчас проводят в храме. Священник их благословляет и помогает им. И вот по нашим новым заветам, столкованиям проводят занятия. В общем-то все хорошо. И просили очень помолиться. Нина, которая крестилась, она в больнице находится. И у нее там очень тяжелое положение, состояние. Помолиться за нее еще. И Нина из Осенников еще тоже не забывайте. Вот две болящих, которые не с нами, но молиться за них надо помолиться. Надя утром по льгору звонила, Надежда Ивановна, просила молиться. Нет, они просто... Николай сегодня на работе, а она из-за Галарёда не поехала. Но я думаю, что немало людей не пришли из-за Галарёда. Но Галарёд действительно на улице. Хотел сказать еще про жития святых. Вот есть такое житие Игнатия Богоносца. Ну я так недавно его просто еще раз перилюстрировал. И хочу сказать, что очень похожая сейчас ситуация по этим житиям. Кто не помнит его, вкратце напомню, что Игнатий Богоносец, это по преданию тот самый человек, которого Господь когда был в одном самарянском селении, он его на руках держал и сказал, что вот если не будете такими, как это чадо, то не войдете в Царство Небесное. Ну он сам это не подтверждает, его слов нет. Но когда его епарх спросил, почему тебя Богоносец называют, он говорит, каждый, кто имеет Иисуса Христа в себе, носит как бы Бога. И он говорит, как ты это можешь сказать, как ты такое можно быть? Он говорит, ну увидишь, когда все произойдет, что ты решил со мной сделать. И он его отдал на съедение зверям. А это все было, он был епископ Антиохии. Антиохия далековато находилась от этого Рима. И он посылает его в Рим на съедение зверям. И воины ведут его через все эти страны пешком, не на корабле. И вот он пешком идет, а там все церкви, филадельфильская, ну там, ну короче. И он посылает им семь посланий, и предварительно. И просит, они его так все любили, и просит, чтобы никто из христиан не препятствовал ему, никому не жаловались, не обращались, потому что он знал, пока он дойдет, а тут столько, ну, просьб, и в конечном итоге Господь умилосердится, и зверей ему не дадут. А он так хотел попасть к Господу Иисусу Христу, ему уже было много лет, с 90. И вот он идет, и каждому уговаривает. И там такая длинная его речь, как он кротко так увещевает. Но я прошу вас, потому что я вот, я вам говорю точно, что лучше будет, если я уйду, а не останусь. Вот вы говорите, без меня никак, но я вам говорю, что Господь так делает, что лучше, чтобы я ушел. Вот увидите, как дальше все будет хорошо. Только, пожалуйста, не препятствуйте мне быть жертвой на зубах животных. Игнатий Тихонович как раз делает стихи, Виктор Савченко на музыку кладет и там «Идет богоносец священный Игнатий, толпою солдата кружен». Там в смущении братья толпа из детишек и жен. Ну, то есть Игнатий Тихонович, он не только знает Игнатия Богоносца, но отлично перекладывает еще и житие святых как полностью. Поэтому поднимите житие Игнатия Богоносца, прочитайте. Вам тогда близко будет все то, что вот Игнатий Тихонович нам... Ну, я так вижу, что никаких таких нету, ни обсуждений, ничего. То есть все понимают, это рождение свыше, больше никак сказать нельзя. И там же церкви поняли его. Они не стали ни препятствовать, ничего. Но они только плакали. Выходили все, становились на колени, он проходил мимо, солдаты его гнали. И он... А солдат, чтобы они его сильно не били, не пхали, он же старый. А солдаты грозные, все такие суровые, злобные. Они их умилостивляют. И он говорит, и этих тигров вы умащиваете, говорит. Ну, то это хорошо, чтобы дошел я до этих зверей. Ну, то есть вот так. Мне звонит отец Иоанн Суворов из Туловича. И говорит. Виктор Андреевич, мне... Батюшка, отец Иоаким сказал, что Игнатий там собирается ехать через Турцию. И там это... Да как это так? Да зачем же он это делает? Он чего ему? Мало авторитета. Ему авторитет еще нужен, что ли? Начинает там это мне... Я говорю, ну, ну... Он сказал это в духовном плане, что он собирается там вести эту борьбу с игиловцами. Ну, ладно, я ему позвоню. Через некоторое время звонит мне. После того, как же ему... Слушайте, так он же апостол. Он же апостол Павел. Он же подражает ему. Да благословит его Господь. Так, забыл просто. Лежала рядом. Я получил письмо из библейского общества. Вот письмо. Они приезжали к нам. Помните, собирали мы деньги. Да. И мы так отдельно собрали. Бог благословил. А они собирают по всему до Дальнего Востока регион. И говорят, вы у нас по помощи вышли на первое место. Мы все время шестизначными цифрами помогали. А потом он привел показать нас. Американские тут были какие-то миссионеры или его помощники. И они все время нам высылают вот такие квитанции, чтобы помогли. И вот здесь говорится, как они ездят по разным районам. И как дают, ну, ездят на эти книги, Библию и прочее. Я вот отдаю там. У кого будет желание послать деньги, собрать. И сами на себя смотрите. Чтобы это было добровольно, доброходно. И не в ущерб тому, что у вас есть. Еще есть объявления, вопросы, просьбы. У меня просьба есть, братья и сестры. Я сегодня опять иду на занятия. И сразу, чтобы кривотолки по этому поводу прекратить. А то начинаются. Вот вы не ходите на занятия. Почему-то там и начинают свои объяснения тому давать. У меня объяснение простое. Просто очень много работы дома и на работе. На работе завал. Поэтому прошу вас помолиться, чтобы Господь мне помог в работе. И главное, чтобы я не ошибся в моей работе. Чтобы мои ошибки не повлекли за собой болезни, страдания и смерти людей. А это очень возможно. Потому что если где-то чего-то не досмотрел, не увидел то, что нужно увидеть в микроскопе, и неправильно трактовал, неправильные диагнозы, неправильное лечение и действия врачей дальше. Так что помолиться со мной. И сегодня опять иду на работу. Так что кривотолки всякие прекратите. Ну я хотел сказать, что вот я просил молиться. Тут машину мне должны были с работы дать для работы. Ну вот в общем, короче, машина пришла. Да, машина новая, все хорошее. И теперь, ну как, благодарственная молитва. Ну я как не говорю, что там все молили, благодарили. Она же как бы у меня машина. Я хотел сказать, что вот я в субботу все время езжу. И если кто-то желает, вот из наших сестер, кому тяжело там ходить или еще добираться, желает, чтобы приехать в церковь, я езжу прям по Ленинскому, по прямой, еду такой, еду. Можно на Ленинский выходить. Можно там, если кому-то надо, я могу зарулить куда-то, подъехать. Но нужно это конкретно, вот обусловлено, как вот у нас, допустим, с Раисой Николаевной. Она там выходит из дома, мне позвонит, говорит, я там около аптеки, или я там около крылечка. У нас там два места, где-то поближе и подальше. Как она там себя чувствует, и как скользота дороги. И все, я подъезжаю или туда, или сюда. Но желательно, чтобы там не очень узко было, потому что это огромная, как броневик машина. Поэтому так желательно, чтобы там где-то можно подъехать было. Так что, у кого будет желание, прям подходите, мне говорите. И что надо подвезти кому, тоже не стесняйтесь, пожалуйста, милости просим. Ну, вот брат сейчас сказал, что вроде как стесняется благодарствия. Благодарение. Если мы молились о тебе, благодарить все тоже должны быть. Обязательно Бога благодарить. Поэтому нужно известить всегда о том, что прошло, у кого какое-то событие положительное, да и отрицательное, все равно благодарить Бога. Ну, чтобы в дальнейшем это было благорождение Божьего. Ну, получил он, что же ты потом-то будешь без конца благодарить-то. Ну, поблагодарил, он уже получил, работает, пользуется. О болящих братьях Сергея помолиться нужно. И Татьяне Ильиничной, его маме, духовное состояние очень тяжелое. После смерти мужа у нее бесы окружают ее. Она его, с ним разговаривает, он тут рядом с ней и все прочее. Поэтому, представляете, какая ситуация вокруг Сергия. Он так-то парализован и не может ни рукой, ни ногой не сдвинуть. Ну, то есть молитесь, чтобы Господь его укрепил и идет, чтобы образумил. Я с ней общаюсь по скайпу, ну, насколько я могу. Я там написал молитву, да, воскресил Бог. Пишу Сергею, он говорит, да, прежде нужно иметь веру, а потом уже молитва. Но все равно нужно молиться, чтобы Господь помог и Сергию, и рабе Татьяне. Только с их помощью можно преодолеть все. Они где, в городе или? В городе, в городе. Молимся. Достойная всякого истину, Вложить и тябов в городицу, Приснав блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую, Херудим, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слова родшую, Сущую, Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, От внутренних расприй, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы вы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, Как должно, пусть покаятся в неближении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что закрыли имя Твое Бога и Егова. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, Ава, Отче, Господи, Научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе слава, хвала, чести, поклонения, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза, занятия. Она болеет. У ней простуда. И причем, что-то раз простыло, Потом что-то вообще сильно простыло. Ну еще раз, хотел уже идти, Идти простыло. Затушите, мы вынесем.